Моё выступление касается следующих тем. Понятие инклюзивного управления, роль гражданского общества на конкретных примерах, относящих к национальным и международным масштабам, и перспективы создания эффективного, структурированного гражданского общества. Господин Кофиан в 1998 году говорил, что надлежащая система методика управления, пожалуй, самый важный фактор для того, чтобы искоренить бедность и способствовать развитию. Управление – это участие ряда заинтересованных сторон в поиске решений тех социальных, экономических и экологических проблем, от которых страдает наше общество, да, пожалуй, и вся наша планета. Существует 17 целей устойчивого развития, или сокращенно ЦУР, рассчитанных до 2030 года, 169 задач и примерно 230 показателей для обеспечения мониторинга. И в своей совокупности они формируют новую международную повестку дня. Основополагающий принцип цели устойчивого развития заключается в том, чтобы никто не остался за бортом, и все участвовали в реализации и мониторинге этих целей. Этот принцип отекает из рекомендаций заинтересованных сторон, и в частности организаций гражданского общества, которые должны добиваться от руководителей всех стран того, чтобы во главу угла ставились потребности и интересы самых бедных и обездоленных слоев населения. И именно это должно стать приоритетом устойчивого развития. Заинтересованные стороны всех стран должны взять на себя обязательства по выполнению в полном объеме повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и предоставлять ежегодные отчеты о достигнутых успехах. Гражданское общество играет важнейшую роль в развитии страны. Гражданское общество служит противовесом государству и экономическому сектору. Участие гражданского общества в различных аспектах социального диалога является собой один из важнейших элементов надлежащей методики управления, без которой нельзя добиться успеха в выполнении целей устойчивого развития. У нас в Сенегале есть организация под названием Совет неправедственных организаций в поддержку развития, сокращенно КонГАД, которая стала инициатором платформы заинтересованных сторон, деятельность которых организована и структурно оформлена по темам, увязанным с 17 целями устойчивого развития. Этот Совет учредил рабочую группу с тем, чтобы придать этим целям устойчивого развития социальную значимость, продвигать их, отслеживать прогресс в различных секторах и областях, оценивать препятствия, вырабатывать предложения, направленные на улучшение подходов, набора действий, политических стратегий и программ. Цель устойчивого развития таким образом укрепляет деятельность организации гражданского общества путем диалога, мобилизации граждан, приводит их в готовность, осуществляет информационно-действительную работу, направленную на сдержание ЦУР к 2030 году. Цель устойчивого развития стали прообразом общества, основанного на глобальном партнерстве. Для достижения устойчивого развития гражданское общество должно изменить те правила, которых оно придерживало до сих пор. Без организации гражданского общества невозможно понять, насколько важно на местах уделять должное внимание значимости адаптации, гибкости, инноваций. Именно этими принципами руководствуются данные организации. Международный форум-платформ неправительственных организаций НПО стал источником технического опыта, который очень важен для таких национальных платформ НПО, как вышеупомянутый Конгат, а также для таких региональных коалиций, как РИПАОК – сеть национальных платформ НПО Западной Африки, благодаря которым все эти неправительственные организации могут эффективно участвовать в реализации повестки дня в области устойчивого развития, но на период до 2030 года. Наиболее яркий пример активности представителей гражданского общества – это национальный журнал волонтерского движения, в котором публикуется конструктивный альтернативный доклад, настоятельно призывающий мировое сообщество сделать все от него зависящее для того, чтобы выработать скоординированный подход к развитию путем укрепления потенциальных возможностей гражданского общества. Только таким путем следует действовать. Только таким образом можно укрепить потенциальные возможности стран. Для решения задач связанных реализаций повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, организациями гражданского общества потребуется упрощить свой потенциал, обеспечить развитие таких видов деятельности, которыми они раньше не занимались. Надо будет, в частности, заняться сбором и анализом данных, касающихся мониторинга или сотрудничества с частным сектором при партнерском участии всех заинтересованных сторон. Этим организациям следует совершенствовать свою стратегию в области налаживания партнерских связей и более активно осуществлять свою информационно-развитительную деятельность. Здесь залогом успеха является их способность к инновациям. Упрощение потенциала имеет также важнейшее значение для расширения программ, касающихся повестки дня на 2030 год. Организации гражданского общества должны будут в большей степени уделять внимание упрощению практических навыков на местах, по крайней мере, в отношении общей теории. В ходе осуществления инициатив по развитию потенциала необходимо будет учитывать существующие возможности определять местные знания и мобилизовывать эти знания. Организации гражданского общества должны будут не только приобрести новые навыки, но и разработать такие системные методики, которые позволят решать сложные задачи, связанные с участием в работе многочисленных заинтересованных сторон. Обеспечивая при этом должную подотчетность, транспарентность и эффективность. Потребуется также усилить лидирующую роль Организации гражданского общества в вязке с астамбульскими принципами, утвержденными в 2010 году, для успешного осуществления деятельности таких организаций в сфере планирования и мониторинга. Залогом успеха программ по укреплению потенциала, предназначенной для гражданского общества, станет также расширение доступа к самой информации, а также к ее носителям и компетентным экспертам. Сегодня сотрудничество между Организациями гражданского общества стало насущной необходимостью. Эти организации должны изыскивать новые возможности для поиска партнеров и для обмена передовым опытом и практикой. В заключении хотелось бы отметить, что цели устойчивого развития позволят еще лучше структурировать деятельность Организации гражданского общества и открыть такие перспективы, как 1. Ускоренное формирование гражданского общества благодаря деятельности рабочей группы нацелено на данную тематику. 2. Разработка международных, региональных, национальных механизмов для осуществления мониторинга выполнения целей устойчивого развития путем подготовки ежегодных докладов. 3. Укрепление организационных возможностей гражданского общества по всем аспектам, связанным с реализацией и мониторингом целей устойчивого развития. 4. Упрочение сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. 4 ближах и мониторинга документы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Пр braceletу!